Одесский краеведческий музей. Я уже, в принципе, делал, выкладывал разные материалы касательно Одесского краеведческого музея. Единственное, что те материалы достаточно такой уже летней давности, ну, желающие могут поковеряться по каналу, всё найти, всё оно там где-то в глубинах, в недрах канала существует. А вот, собственно, то, что сейчас можно видеть в Одесском краеведческом музее. И сейчас без второго этажа, сейчас только, так сказать, по верхам только самое основное. И вот оно уже самое основное, то есть старинные предметы с тризубами. А в частности, банкноты, а в частности некоторые другие предметы, на которых есть тризуб. Есть уже и современные, конечно же, и, естественно, сейчас этот знак является официально признанным гербом Руси-Украины. Но правда в том, что он таковым де-факто является уже очень и очень давно. Он таким был и во времена Средневековья, что я буду доказывать в отдельных видео. Там, где тризуб именно в качестве такой вот тройственной завитушки использовался и в оформлении рукописей, и разные другие вариации тризуба использовались и на доспехах, и где только не использовались. Я имею в виду в достойных, в важных, в идеологически значимых местах и с соответствующим смыслом. Тут же мы видим некоторые разновидности тризуба, которые происходят и из княжеских, владимирских разновидностей, и из даже вот этих летописных разных вязей и завитушек. Поэтому есть варианты. И это тризубы, которые в обилии своем восстали после свержения царизма, когда Украина провозгласила себя как Украинскую Народную Республику, УНР. В общем-то, Украина тогда сформировала даже три параллельно существующих по факту некоторое время государства. Три государства, которые должны были срастись в единое, но это уже несколько другая тема. Если бы не навала Советского Союза, они бы и срослись в единое, но им не дали. Три государства, которые сформировала Украина в начале 20-го столетия, это, собственно, три Украинские Народные Республики. Однако, есть некоторые отличия. Есть как бы классическая республика, это, собственно, то, что называется УНР. Есть Западно-Украинская Народная Республика, это ЗУНР. И Кубанская Народная Республика, КНР. Но, как бы, не в том смысле, в котором эта аббревиатура используется сейчас. Так вот, все это вы можете даже по Википедиям, по всяким, вот, буквально по всем источникам проверить. Это все общепризнано, общеизвестно. ЗУНР и УНР в результате срослись. Есть акт о соединении двух украинских государств в единое. А вот Кубанскую Украинскую Народную Республику Советский Союз успел по-быстрому захватить. Не без сопротивления, не без других нюансов. Но с Кубанью все было из-за этого вообще сложно. Дело в том, что на Кубань, с одной стороны, давили белые, которые там рядом обосновались, на Дону. А с другой стороны уже Советы лезли. И поэтому Кубань была во многом растерзана и задавлена. И так даже юридически полноценно не смогла присоединиться к УНР. На самом деле там были и предварительные переговоры, там была и подготовлена документация. И были сделаны даже уже многие шаги для полного юридического соединения. Типа того же акта Злуки, который был подписан между, собственно, основной Украинской Народной Республикой и Западной Украинской Народной Республикой. Но вот из-за того, что коммунисты по-быстрому Кубань придавили, Кубань не смогла присоединиться уже к целому Украине. А жаль. Тем не менее, пока Кубань еще хоть как-то существовала, основная Украина помогала ей и оружием, и многими другими нюансами. И об этом тоже можно почитать даже в самых банальных официальных источниках. Вот буквально даже в Википедиях. При том, что, ну как бы, при том, что, ну как бы, понятно, что такое Википедия за источник. Однако даже там это есть. Я не ограничивался в этих вопросах Википедии, конечно же. Для меня это слишком как-то банально и мало, и ни о чем. Я читал и то, что есть в архивах некоторых. И, в общем-то, я понимаю, что, в общем-то, даже одесситы уже тогда считали, что Кубань практически украинская. Только там еще на каких-то таких уже чисто формальных бумажках нужно 2-3 подписи поставить. Потому что они понимали, что на Кубани проживают украинцы. И, в общем-то, ну, украинцы знают, что они украинцы. То есть украинцы Кубани понимают, что они украинцы. И украинцы-украинцы понимают, что на Кубани проживают украинцы, которые понимают, что они украинцы. Поэтому вопрос о том, что это должно быть воссоединено, даже не стоял. Это вопрос, который уже был ответом сам на себя, по сути дела. И украинцы Украины понимали, что вот-вот там буквально одна-две подписи и уже все будет сделано. Украинцы Кубани тоже надеялись, что вот-вот может быть одна-две подписи и что-то уже будет сделано. Поскольку коммунисты и белогвардейцы их очень сильно разоряли, на них очень сильно давили. Белое Донское войско тоже играло часто свою очень негативную роль. Из-за этого даже иногда и кавказские народы, и собственно сами кубанцы настраивались против казачества, не понимая даже как бы разницу. Ну хотя некоторые понимали, а некоторым уже было все равно. Им главное, чтобы никакие уже казаки к ним не лезли, потому что вот те казаки очень сильно отличались от наших казаков. И они вредили, по сути дела, людям. Донские, белогвардейские все эти силы. Они грабили людей, и для многих они мало чем отличались от большевиков. Единственное, что те, условно говоря, с белой тряпкой, те с красной тряпкой, а так-то, по сути дела, в чем разница? Что тот придет, ограбит, навяжет свой российский язык. Что тот придет, ограбит, навяжет свой российский язык. Но, так сказать, так сказать, это вновь, в общем-то, кадры с Одесского краеведческого музея, и вновь я фоткаю тут еще и старинные доспехи. Эти доспехи уже фоткал более десяти раз, фоткал, снимал еще раз, но пусть будет. Дело в том, что, как видите, сами по себе доспехи интересны, с орнаментами, со всем. И это вообще к вопросу о технологиях, о мастерстве, это к вопросу о символике и о многое о чем другом. Потому что люди воспринимают часто историю очень плоско, очень как-то примитивно. Я с этой проблемой сталкиваюсь постоянно. Людям, вот как в школе написали, что, типа, пришел Рюрик, оттуда есть пошла земля русская, Владимир всех крестил, и так далее, и тому подобное. И, собственно, там дальше уже смешивают понятие Русь и Россия. И, собственно, Россия подменяет собой Русь и делает много других манипуляций для того, чтобы люди не поняли даже то, что они могли бы понять. Но проблема не в этом. Проблема в том, что люди могли бы сами все эти манипуляции очень быстро, очень легко опознать и разбить, если бы они интересовались, если бы они мыслили. Людям нравятся сказки. Они слышат сказку о том, что вот ничего не было. И причем, смотрите, какая вообще бредовая до жути сказка. По этой сказке выглядит, что вообще ничего не было. Буквально Киев — это был какой-то чуть ли не славяно-викингской такой небольшой деревушкой, где собирались викинги и торговали со славянами. И тут Владимир крестит, и тут буквально через пару десятилетий Киев утопает в огромных соборах, церквах, замках. У Киева прекрасные ворота, золотые ворота. Понятно, что, да, Владимир несколько их преобразовал под подобие, в общем-то, Византии, но все равно Владимир, будь даже он, не знаю, суперсвятым, он не смог бы из деревушки сделать за пару десятилетий огромный город, который на равных соперничал с Константинополем. И был, наверное, вторым по величине городом во всей Европе, поскольку в Западной Европе там Рим уже давно перестал быть крупнейшим городом, а всякие вот эти Ахины и всякие другие, они временно типа появлялись, они временно типа даже претендовали на какое-то что-то, но позднее они менялись, и там этих Ахинов и всяких других штук со временем развелось слишком много. Поэтому Западная Европа была децентрализирована. И только лишь Киев мог посоперничать с Константинополем по количеству народонаселения. Вопрос, если Киева пара поколений до этого не было вообще, а тут Киев такой крупный, как так? Да никак. Да просто это бред, который придумал не летописец, который придумали не плохие историки, а который придумываете вы сами, когда читаете историю и когда хотите видеть ее вот так вот, чисто тенденциозно, чисто что вот как бы пустые леса, потом откуда ни возьмись появились славяне, потом пришел Рюрик, потом пошел Святослав войной на всех, завоевал практически всю Восточную Европу. Вопрос опять же, откуда бы он столько взял сил и так дальше. Но люди об этом не задумываются. Не задумываются, собственно, вообще, какие до этого были отношения у Руси с Хазарией. Хазария вообще сейчас воспринимается чисто в демоническом ключе, хотя Хазария — это древняя и вообще отдельная интересная тема. В отличие от автора канала «История Руси», я никак не за сближение, не за какое-то смещение истории Руси с Хазарией, но я понимаю, что Хазария некоторое время существовала, и она была таким достаточно значимым соседом, в общем-то, древней киевской державы. Ну и поздней уже Руси Рюриковичей. И понятно, что Киев, если даже взять по картам Клавдеп Толемея, по упоминаниям и Донпарштата, и Архейма, и Хальмгарда в западно-германо-скандинавских источниках, а это всё разные варианты названия этого города. Читать про, в общем-то, Азагарий, Самватас, потом уже Куява, как этот город называли, в общем-то, арамейские источники. Дальше арабы не стыдились называть Киев, в общем-то, Куявой, а в некоторых случаях даже Куябой. И не помню уже, когда, но какое-то время назад, то ли пара месяцев, то ли что-то такое, один удмуртский человек написал, что что-то Куяба, что-то он над этим надсмеяться пытался. Или это даже другой какой-то. Да неважно даже. В общем, что-то они пытались как-то к этому слову придереться, что-то там, хотя это только лишь попытки надсмеяться над этим словом, показывает только лишь их тупость. На самом же деле, в общем-то, Куяба, оно даже связано с арабским Кааба. Это потому, что арабы, зная, что это священный город, зная, что у них есть священный город, и понимая созвучие названий, и, в общем-то, не противясь этому созвучию, не придумывая это созвучие, но и не противясь ему, они, в общем-то, подчеркивали, что Киев является славянской Каабой, то есть славянским местом для паломничества славянской святыней. Хотя тут никоим образом не нужно непосредственно связывать генезис слова Киев со словом Кааба и так дальше. Киев можно сравнить с иранским Кави, то есть, в общем-то, правитель, царь, потому что и там у них это от Каивана, Киевана, то есть Киевыч, и у нас это от имени Кия. В Польше есть польское Куяве, то есть вот это название, оно крайне древнее. В других видео я приводил даже карту, не мной составленную и не мной даже перерисованную. Это отдельные исследователи, один составил, другой её использовал в своём труде и так дальше. И вот там рассматривается, как много городов было названо именно в честь Киева и распространены во время Великого Переселения Славян. То есть, по сути, это дело, если так сравнивать и анализировать ту карту и понимать, что если среди славян распространилось название Киева и разнообразные населённые пункты, названные в честь него, во время Великого Расселения Славян, то значит Киев существовал, в общем-то, ещё до Великого Расселения Славян. То есть, в четвёртых, третьих, вот в тех ещё ранних веках нынешней эры. Так что история, она достаточно глубока, она достаточно интересна и многогранна, если её изучать. И вот как эти доспехи, на которых множество взаимовписанных сюжетов. Тут сюжет на сюжете, сюжет приклёпан к сюжету. Понятно, что автор этих доспехов, этого шлема, несколько уже, наверное, даже переборщил с наслоением этих сюжетов. Но, тем не менее, он опирался на всякие те труды, которые были перед его временами, на архитектуру, на тоже доспехи. И, собственно, совмещая это всё, правда, у него тут ещё сверху дракошек. Но так или иначе, так или иначе, авторы в старину старались вот как раз изобразить на доспехах как можно больше символизма, как можно больше чего-то для них важного и значимого. Священные символы, солнечные символы, тризубы, если речь идёт о Руси и так далее. Кресты, если речь идёт о христианстве. Они изображали то, что для них важно, то, что для них почитаемо. Это и обережная символика, это и геральдическая символика, это в некоторых случаях и как знаки отличия, и как имущественные знаки и так дальше. Всё это тоже можно изучать, отличать, исследовать генезис происхождения булав, шестопёров, вариантов клинков, которые использовали казаки, которые использовали в Руси, как это было связано и с Франкской империей, и с арабскими странами. И всё это отдельные, весьма широкие, весьма важные темы, которые я также по возможности разбираю, и некоторые из которых ещё буду разбирать на моём канале. Поэтому рекомендую переходить, интересоваться, подписываться и пытаться что-то таки и понять в этой жизни, в этом мире касательно реальной истории, а не всего лишь краткого пересказа для детей, которые есть в учебниках для школы.